Рекон 5 Всем привет! Сегодня хотелось бы вам рассказать о снаряжении от российской компании Рекон 5 или Р5. Но перед тем, как переступить к обзору, я хотел бы вам рассказать, кто же такие Р5, откуда они появились и что это за компания. Думаю, многим из вас известен такой YouTube-канал, как SORM и основатель данного канала Илья Сёгун. Так вот, помимо YouTube-канала, Сёгун является основателем компании R5. К чему я это рассказываю? Если вы смотрели YouTube-канал, то знаете, что в своих видео Сёгун очень часто и очень много рассказывал про снаряжение американской армии, про комплекты снаряжения на различные периоды времени. Он очень хорошо разбирается в этом вопросе и прекрасно понимает, что это за снаряжение и каким оно должно быть. К чему я это рассказываю? Сёгун снимает уже очень много лет. В теме он тоже уже очень давно. Грубо говоря, компания R5, это не та компания, которая вот появилась буквально недавно по щелчку пальцев и начали активно сшить снаряжение любое, лишь бы оно там куда-нибудь продалось военным, да, или страйкболистам, или ещё кому-то, тактикульщикам. Нет. R5 прекрасно понимает, что они делают, как они это делают и для кого они это делают. Сегодня мы с вами посмотрим на нагрудник. Это Mayflower 4-й генерации. Посмотрим на дроп или сброс, подсумок под дым, подсумок под гранату М67 и утилитарный пауч 5 на 5. Поехали! Давайте я сразу покажу, что мне удалось разместить в нагрудник. Тем самым мы с вами вместе оценим его функционал и вместимость. Как видим, в нагрудник влезает 6 магазинов М-серии. Чуть позже мы вернёмся к магазинам АК и тоже покажу, как их можно здесь разместить. Влезают магазины от Глока, ну, в принципе, любые двухрядные магазины, например, там, магазины от Ерыгина. Таких карманов у нас два. Дальномер. Радиостанция. Ещё один магазин. Дымовая граната. Так, 18. Также в этот подсумок отлично влезает радиостанция типа, там, TRC-152-я, либо 148-я. Ножницы. Турникет. И 6-дюймовый бандаж. В сегодняшних реалиях очень большое внимание уделяется медицине и её расположению. Да, то есть, нагрудник нам позволяет за счёт объёмов подсумков размещать первый эшелон медицины, ну, самый минимальный её комплект. В целом, всё. Одновременно с этим есть возможность размещать дополнительные модули, ну, в частности, напашные модули. Будь то какая-то сумка, как у меня вот здесь. Либо можно разместить абдоминальный и напашный модуль защиты. Ну, и давайте сразу разберём комплект поставки. В него входит сам нагрудник, плечевые лямки, поясной ремень. Четыре вот такие дополнительные лямочки для размещения нагрудника на плейт-карьер или бронежилет. А также два вот таких вот дополнительных ремонтных фастекса, которые нам необходимы для размещения их на жилете. Ну, об этом я покажу и расскажу несколько позднее. Давайте обратимся изначально к нашим лямкам. Как видим, лямки выглядят следующим образом. Есть у нас здесь два вот таких вот ремонтных фастекса, нашиты на лямки молли, за счёт которых мы можем переставлять фастекс выше, ниже, тем самым регулировать высоту посадки нагрудника. Если мы обратимся к лямкам у Эмерсона, видим, у Эмерсона такого функционала не было, ну, собственно, и нет. Лямки внутри полые, здесь же лямки внутри немножечко мягкие, чем-то они наполнены. На лямках присутствуют горизонтальные стропы для размещения каких-то кнопок ПТТ, тангенты, для трассировки проводов или, может быть, шланга гидраторов. На тыльной стороне имеется липучка, куда мы можем размещать тот или иной патчик. На концах лямок есть утяжки из Велкра, за счёт которого мы можем утянуть лямку под определённый нужный нам размер, и фастекс у нас не будет там ездить, и размер не будет сбиваться. Если мы опять же обратимся к Эмерсону, на Эмерсоне всё было сделано иначе. У них вот этот размер, максимальный размер был фиксирован, и минимальный размер, получается, был фиксирован за счёт того, что лямка была просто-напросто пришита. Мы могли немножко регулировать, но если нам нужна была большая или меньшая длина, сделать этого было невозможно. Пришлось распарывать и колхозить. То же самое и с поясным ремнём. Точно так же пришлось его немножечко распороть и переделать. Здесь же поясной ремень также имеет утяжки, за счёт которых мы сможем отрегулировать нужную нам длину, нужный нам размер и оставить в этом виде. Давайте обратимся к самому нагруднику. Выполнен он в цвете РГ. До того момента, как я взял этот нагрудник в руки, вообще к цветам оливы и производным оливы я относился, так скажем, со скепсисом. Но когда я подержал в руках данный нагрудник и увидел его цвет, я скажу вам, что моё мнение изменилось. Цвет реально прикольный. На тыльной стороне мы можем увидеть вот здесь вот липучку, за счёт которой мы можем крепить нагрудник к плейт-карьеру. В комплекте идёт вот такая вот подушка, которая закрывает крючки, дабы они не царапали нам одежду, там, не знаю, боевую рубашку, куртку и не оставляли зацепы. Если мы обратимся опять же к Эмерсону, то в Эмерсоне всё сделано гораздо скромнее. Липучка меньше, и вот эта вот закрывашка просто из кордуры с липучкой. Никакой сетки и подушки, так называемой, нет. Кстати, посмотрел я на Алиэкспрессе, такие подушки продаются отдельно, там, ну, где-то до 1000 рублей. Здесь же у нас такая подушка в комплекте. Внизу каждого подсумка имеются люверсы. Есть вот такой вот внутренний карман, куда мы можем размещать, ну, какие-то плоские предметы, карты, блокноты, ручки, карандаши. В этом же кармане у нас выходят резинки, за счёт которого мы можем там завязать узелок, да, и отрегулировать резинку под нужный нам размер клапана, под нужный нам размер магазина. Давайте сразу же вернёмся к магазинам. Я обещал вам показать, как размещаются магазины от АК. Вот так. как видим четыре магазина садится отлично и обращаю ваше внимание на то что они хорошо входят и не цепляются вот этим зубом за какие-то элементы внутри подсумка с Emerson все было иначе за счет того что вот эти вот перегородки внутренние выполнены из резинки тянущейся ну Emerson и делался если как бы быть честным под магазины m-series да но реалии таковы что приходится убирать магазины АК в том числе и когда Emerson забит целиком забиты в него четыре магазина во-первых в боковые уже проблематичнее вставлять магазин и извлекать зубом цепляется за резинку и извлекать не так удобно а убирать того хуже особенно когда он одет на тебе у R5 данные перегородки сделаны из плотного материала и убираются все сюда легко причем спроектирован он таким образом что вот в эти два центральные кармана вылезает не по одному магазину а можно убрать даже два помните самом начале я достал из чистрига шесть магазинов м-серии ну собственно шесть магазинов АК сюда разместить тоже можно при желании если это вам конечно же нужно знаю есть любители отношения очень большого количества боекомплекта на пузе для того чтобы мы могли разместить нагрудник на том или ином жилете мы должны сделать следующее во первых отстегнуть плечевые лямки и поясной ремень чтобы у нас осталось с вами только сама платформа отстегнуть вот эту подушку взять тот или иной жилет ну в моем случае это сармат от компании форслайн взять идущие в комплекте вот эти ремонтные фастексы и установить на жилет конкретно идущие в комплекте с нагрудника motor5 я брать не буду потому что у меня уже установлены я давно пользуюсь точно такой же системой и делать этого мне не придется да но будем думать что вот я их установил сюда далее все предельно просто берем нагрудник он у нас будет выполнять функцию переднего флепа раз и два и по большому счету вроде как и все да для того чтобы нам открыть жилет мы его можем снять одеть но все не так как хотелось бы хотелось бы чтоб еще вот эти фастексы тоже были задействованы и крепились нормально для этого в комплекте как раз идут вот такие вот дополнительные ремешки за счет вот таких вот защелок мы размещаем их в стропы молли нет маловато давайте в следующую вот так и утягиваем давайте возьмем еще одну все таким образом наш с вами нагрудник не топорщится не задирается а так как нужно сидит на бронежилете с обратной стороны соответственно делаем тоже самое вот видите он не съездит никуда не девается в рамках одной стропы одной ячейки молли как видите все устанавливается это достаточно быстро и удобно если же нам нужно полностью снять нагрудник мы должны просто отцепить все фастексы готово ну и давайте перейдем к подсумкам первый из которых это дроп дроп или сброс сброс для пустых магазинов в дроп от компании r5 влезает 8 магазинов а.к. при этом в сложенном виде дроп дроп занимает очень мало места если быть точным то три ячейки молли в высоту две в ширину повторюсь несмотря на малые размеры влезает в него достаточно много ранее я пользовался похожим дропом от компании макспедишн с аналогичными размерами также три ячейки молли в высоту две в ширину но влезало в него значительно меньше дроп выглядит следующим образом внизу у нас есть сетка из двух слоев за счет которой всякие песчинки мелкие кусочки там земли палочки иголочки веточки будут из него высыпаться не засоряя пространство подсумка подсумка как же правильно нам пользоваться этим дропом у нас есть верху клапан который утягивается за счет вот такой вот резинки делаем отверстие чтобы у нас в него влезала рука и мы могли убирать сюда магазин раз два три допустим мы убрали три магазина и при каких-то активных действиях при прыжках при переползании вот эта вот резинка внутренняя она не позволит выпасть магазин четыре пять шесть семь восемь при желании я думаю что можно заколотить еще туда и девятый ну вот восемь сели отлично важный момент на который хотелось бы обратить внимание это вот этот вот элемент фурнитуры вот это вот утяжка за счет которой регулируется клапан утяжка очень качественно и зачастую на снаряжении я встречал что если вот так эту утяжку нажимать на нее тянуть она не держит резинку и резинка уезжает сквозь даже не нажатую утяжку здесь такого нет никуда она у нас не едет очень хорошо держит резинку ездит она только при нажатии это очень здорово это очень хорошо как раз вот в этих моментах в дропе до когда нам не нужно чтобы у нас с вами увеличивалась вот это вот входное отверстие и мы с вами ничего не потеряли за использование такой качественной фурнитуры компании r5 большой большой респект дроп вот так вот закрывается ну и потом уже мы с вами достаем перезаряжаем магазины и используем их повторно следующий подсумок это подсумок под дым выглядит следующим образом занимает он три ячейки молли высоту две ячейки молли в ширину ранее у меня уже был такой подсумок я его приобретал там года два может быть три назад в мультиками подсумок использовался мной активно использовался часто и использовался не только под дым так как его форм-фактор позволяет использовать его с другими элементами снаряжения но если говорить конкретно о дымах вот у нас есть таговский дым так 18 укладывается он сюда очень хорошо ну как и должен сидеть в подсумке дым но есть небольшой нюанс как вы можете заметить это старая версия дыма старые дымы которые сейчас уже не выпускаются сейчас таги выпускают новую версию дымов вот такую как видим она больше чуточку выше и сам дым толще если мы попробуем убрать данный дым в этот подсумок по объему нам размеров подсумка хватает а вот по высоте клапана не совсем не очень корректно дым убирается в данный подсумок не знаю кому же здесь нужно задать вопрос компании R5 или компании так не знаю потому что настоящий дым я в руках не держал не видел и в такой подсумок не примерял кто-то ошибся в размерах или просто так сложилось не знаю но повторюсь данный подсумок отлично подходит и под другое снаряжение например отлично сюда садится дальномер вот прям как надо можно использовать под радиостанцию в него отлично садятся гранаты типа rgd 5 и f1 можно даже попробовать засунуть сюда 6 дюймовый бандаж шестерка садится ну так скажем проблемно четверка точно сядет очень хорошо также данный подсумок отлично сядут гранаты 40 миллиметровые типа егерь например посмотрю у меня по моему егерь с собой был да есть егерь в общем два егеря сюда влезают и это очень и очень круто так вот у нас как раз есть четырех дюймовый бандаж как видим четверка сюда садится корректно и если говорить о других страйкбольных дымах допустим вот дым от strike art если все таки мы используем данный подсумок как подсумок под дым тоже он сюда садится корректно следующий подсумок о котором хотелось бы сказать это подсумок под гранату м67 вот такой вот он небольшой у него имеются две застежки одна из них на велкро другая на фастекс две ячейки молли высоту две ячейки молли ширину подсумок маленький под гранату м67 ну соответственно граната м67 садится в него отлично и как надо больше про него особо сказать нечего свою функцию выполняет и и последний подсумок о котором хотелось бы сказать на сегодня это подсумок вот такого плана утилитарный подсумок 5 на 5 несмотря на то что он кажется маленьким все этот ну так вот иллюзорно он совсем небольшой подсумок и кажется маленьким по факту в этот подсумок влезает достаточно много внутри у нас есть одно большое отделение куда мы можем что-то убрать а также дополнительный карманчик под какую-то мелочевку давайте попробуем в него что-нибудь убрать и не знаю давайте попробуем убрать дым дым егерь вот у него там свободно садится три таких гранаты не знаю дальномер граната гранат тоже свободно еще даже место остается 6 дюймовый бандаж ой 4 дюймовый бандаж повторюсь да несмотря на иллюзорную такую ошибку что подсумок маленький по факту он достаточно вместительный если не изменяет я видел видео как такой подсумок убирает легкую ветровку ну прям куртку и перчатки ну что могу сказать вот так нагрудник выглядит на человеке и на броне как он выглядит на человеке без брони вы могли увидеть в самом начале видео данная модульная система очень удобная когда мы привыкли к той или иной раскладки нашего с вами снаряжения и не хотим ее менять да мы просто переставляем нагрудник на плейд карьер и используем привычный для нас раскладку дальше когда нам с вами плейд не нужен снимаем нагрудник ставим на него лямки вуаля ушли куда-нибудь в лес в рейд в легком комплекте в целом снаряжение мне понравилось качество пошива в том числе шито все хорошо повторюсь данными подсумками ну не данными подсумками подсумками от компании r5 я пользуюсь уже длительное время и ничего с ними не происходит то есть они там не рвутся не выцветают каким-то там в какие-то розовые цвета и так далее все в порядке однозначно рекомендовать данное снаряжение я могу что касается сравнения с эмерсоном у нас с вами осталось последнее сравнение с эмерсоном это его цена сейчас я поискал эмерсон стоит порядка там 110 120 долларов на что равняются цифре там более 10 тысяч рублей такой комплект в расцветке rg сейчас на 20 июля в группе вконтакте стоит восемь с половиной тысяч рублей то есть значительно дешевле будет ли он в мультиками вроде как будет будет ли он дороже ну думаю да будет ли он дороже эмерсона не знаю но опять же если обращаться к качеству пошива изделия к его функционалу то однозначно я мог бы рекомендовать r5 на этом наверное все если есть какие-то вопросы ко мне по обзору по снаряжению пишите в комментариях если есть вопросы компании r5 пишите также в комментариях думаю что они их увидят если не увидят я им их передам всем спасибо за просмотр всем пока